Водитель иномарки въехал в автобус с пассажирами и сбежал. Сегодня полвосьмого утра в поселке ГЭС на остановке ДК «Энергетик» в пассажирский НЕФАС въехал легковой автомобиль. Автобус остановился, чтобы высадить пассажиров. Однако задержаться на месте пришлось надолго. Подробности с места аварии в репортаже моей коллегии Виктории Евсеевой. Мазда-6 двигалась в сторону нового города. Но, видимо, своей полосы оказалось для иномарки недостаточно. И она влетела в автобус. Причём прямо во время его остановки. От сильного удара в иномарке сработали подушки безопасности. Остановился на остановке. Сзади удар сильный. Вышел, посмотрел. Машина легковая сзади ударилась. У вас были пассажиры в салоне? Всё вроде нормально. Никто не обратился. Ничто. Скорая помощь приезжала. Не пострадал и водитель автобуса. Чего нельзя сказать о его рабочем транспорте. А вот увидеть лицо предполагаемого виновника аварии не удалось ни ему, ни полиции, ни нашей съёмочной группе. Он исчез, бросив своего разбитого железного коня посреди дороги. После столкновения водитель легкового автомобиля ещё до приезда полиции скрылся с места ДТП. По словам водителя автобуса, помимо него в протаранившей его мазе находились ещё несколько пассажиров. Об их состоянии на данный момент ничего не известно. Водитель автомобиля Мазда-6 с места происшествия скрылся. За оставление места дороже транспортного происшествия водителю грозит лишение права управления транспортным средством от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются и ведётся поиск водителей на марке. Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Дмитрий Кравченко, Челны-24.